рада приветствовать вас на своем канале в сегодняшнем видео мы с вами свяжем очень простую выполнение и быструю легенькую шапочку при этом она очень теплая это зимняя детская шапка на обхват головы я вязала для мальчика 46 48 сантиметров при этом ее можно связать для девочки взять абсолютно за основу любой узор с внутренней стороны я уже подшила хлопковый подклад для того чтобы пряжа не скажем так не кололась не мулила ребеночку но при этом внутри здесь лицевая гладь вы можете выбрать за основной рисуночек абсолютно любую вязку это может быть двойная жемчужина это может быть рис это может быть резинка это все что угодно то есть на ваше усмотрение единственное что если будете делать жгуты либо какие-то объемные раны то следует здесь сделать прибавление при переходе на скажем так основную часть вот я сделала скажем так упрощенный вариант при этом у меня ушки двойные теплые и здесь ушки служат скорее как скажем так переход к завязочкам нежели кушкам потому что шапочка здесь длинная вот и мочка ребенка где-то находится вот здесь то есть это не для ушек а скорее вот как раз таки как переход шапочки к завязкам шапка достаточно легко и быстро вяжется при этом двойная уходит меньше матка остается где-то 1 5 либо же 4 3 4 и как 1 4 вот в общем остается где-то меньше треть матка для того чтобы изготовить помпон именно из пряжи то есть вам достаточно 1 мотка на данный размер с помпоном и с завязками завязочки я делала жгутики можно сделать пол и шнур в виде завязок вот поэтому кому интересно конечно же присоединяйтесь и свяжем с вами вместе для вязания я воспользуюсь полушественной пряжей фирмы alize lana gold 240 метров 100 граммах цвет у меня 221 более подробно о данной пряжи есть отдельный видео обзор можете посмотреть по ссылочке ниже в описании 1 мотка будет достаточно вполне для детской шапочки останется небольшой кусочек скажем так ниточки моточек которые вы сможете потом дальнейшем использовать на изготовление помпона под данную пряжу я воспользуюсь круговыми спицами на коротиком тросике номер три с половиной также нам понадобятся одни дополнительные спицы я воспользуюсь также круговыми номер три с половиной но можете взять на размер пол размера поменьше если у вас нет точно такие же это нам понадобится для того чтобы потом в дальнейшем распустить открытые петельки оставить и ввязывать их в общее вязание то есть нам одни основные спицы нужны и они дополнительные можете взять чулочную одну спицу из 5 которые в дальнейшем потом постепенно будете просто при распускать и ввязывать в основное вязание на каком этапе я вам потом подскажу также нам понадобится крючок либо игла для заправки краешек ниточек и ножнички я буду вязать шапочку на обхват головы 46 48 сантиметров и соответственно исходя из своей плотности вязания мне нужно будет набрать 84 петли желательно набирать число петель кратное 4 соответственно раппорт резиночки 2 на 2 составляет 4 петли далее смотрите у нас вязание очень простой мы набираем 84 петли открытым способом то есть мы сейчас провяжем с вами дополнительным цветом ниточкой крючком цепочку из которой наберем вот эти 84 петли затем их распустим и соответственно останутся открытые петельки как это все делать я сейчас буду показывать но самое главное опять-таки кратное четырем набираем количество петель если вы вяжете туго соответственно можете набрать большее количество петель если вяжете свободно то меньшее количество петель но еще раз повторяюсь чтобы делилось на 4 далее смотрите у нас вязание состоит из вот такого скажем так конусообразного круглого прямого вязания то есть мы наберем сейчас петли на ниточку дополнительного цвета и будем вязать просто вот такую вот трубу круговыми рядами спиралькой но эта труба у нас должна делиться на такие скажем так уровне это первый уровень лицевая гладь то есть высота лицевой глади должна равняться высота шапочки у меня будет 18 сантиметров то есть минус где-то два два с половиной сантиметра от этих 18 я отнимаю получается 16 то есть полностью труба должна у меня занимать 16 сантиметров плюс 16 сантиметров так как шапочка будет вкладываться в шапочку в 16 сантиметров я где-то провяжу без двух сантиметров вот здесь я отмечу два сантиметра 16 минус 2 это 14 то есть 14 сантиметров у меня будет лицевая гладь далее два сантиметра я перейду так я сноску сделаю два сантиметра я перейду на резиночку 2 на 2 затем я провяжу эту резиночку 2 на 2 2 сантиметра и сдвину на пол рапорта резинку и у меня уже получится вязание на пол рапорта то есть на две петли уйдет в шахматном порядке то есть там где у меня были две лицевые уже будут 2 изнаночные а там где были 2 изнаночные 2 лицевые я вот так вам покажу и далее мы будем вязать 16 сантиметров просто резиночкой 2 на 2 то есть вторая часть у меня будет 16 сантиметров вот так то есть я вот так вот вам покажу что резиночкой 2 на 2 16 сантиметров 16 плюс 16 вот они мои нужные 16 то есть вложится 1 в 1 и далее 2 сантиметра те которые мы отнимали это будет наша макушка закрытие петелек и я вам буду уже показывать как мы это будем делать непосредственно ну уже когда скажем так провяжем вот эту трубу сейчас я вам показываю как мы начинаем вязать затем самостоятельно провяжите нужное количество сантиметров для вас то есть если к примеру глубина шапочки возможно вы вяжете на объем побольше либо же наоборот поменьше здесь может быть глубина скажем быть другая обычно как глубину ну скажем так вычисляют есть скажем так специальные схемки есть различные в интернете таблицы но лучший всего способ это смотрите к примеру берете лицо ребенка возможно не совсем не так красиво нарисовала вот у вас допустим там волосы ушки и что мы делаем как мы измеряем сколько нам нужно скажем так провязать вот эту вот эту глубину глубина это расстояние от мочки ушка 1 до 2 через высоту головы то есть вот это у меня получается 36 сантиметров 36 делю напополам соответственно высота шапочки 18 сантиметров вы уже смотрите сколько у вас я беру крючок побольше для того чтобы было удобно потом набирать петельки делаю первую начальную закрепительную петлю и набирают цепочку воздушных петель я пока не считаю я просто набираю максимально нам нужно ниточки дополнительного цвета буквально метр может даже меньше то есть сильно много не берите просто набираем цепочку и затем будем отсчитывать можете сразу набирать цепочку допустим 84 петли если вы уже наверняка знаете сколько нужно либо же ваше количество петель но я пока считаю непроизвольно я потом буду набирать и просчитывать количество петель уже непосредственно которое набираю спицами после того как цепочка набрана берем ниточку основного цвета и смотрите что мы делаем у нас с одной стороны вот такая красивая косичка с другой стороны вот такие рубчики вот мы начиная с первого вот такого рубчика подхватываем захватываем рабочую нить можете это делать крючком если вам удобно я буду делать это уже непосредственно спицы для чего я вам говорила что крючок нужно взять побольше и так вот первая петля далее подхватываем следующую вот эту перепон очку и набираю вторую петлю следующую берем точно также подхватываем и набираем третью петлю далее четвертую петлю обратите внимание чтобы ниточка у вас не делилась пятую петлю шестую и так далее смотрите набираем мы по вот этим ребрам внутренней стороны косички вот так то есть как бы с задней стороны у вас с одной стороны получается красивая косичка с другой стороны набранной петельки я буду так набирать по кругу пока у меня не наберется нужное количество петель для меня вот так и так далее после того как все петельки набраны посмотрите вот она у меня лишняя косичка я ее при распускаю далее вытягиваю немножечко хвостик можете отрезать ниточку можете не отрезать но в принципе по ходу вязания лучше бы ее отрезать чтобы она вам не мешала желательно использовать такую ниточку которая вам допустим в дальнейшем не нужна для работы смотрите теперь замыкаем вязание в круг перед этим проверяем чтобы вот эта наборочная косичка не была перекручена и затем можете для удобства связать краешки рабочих нитей то есть вот сейчас который у нас край от рабочего мотка и вот этот хвостик можете связать прям в тугой узелочек чтобы у вас вот уже замкнулся ряд и все больше ничего как бы не вытаскивалась по ходу работы далее косичка не перекрученная начинаем по спирали провязывать все петельки лицевые поочередно то есть хорошо хорошо провязываем все петли и продолжаем так далее вязать лицевую гладь у меня это еще раз повторюсь 14 сантиметров исходя из плотности моего вязания это будет 42 ряда я уже просчитала вот то есть 42 ряда я буду вязать лицевой гладью далее 2 сантиметра я перейду на резиночку 2 на 2 это чередование двух лицевых 2 изнаночных петель 2 сантиметра это где-то около пяти рядочков далее я сдвину на шахматном порядке 2 лицевые 2 изнаночные буду вязать наоборот 2 изнаночные 2 лицевые с начала ряда вот и буду вязать вторую часть уже непосредственно в 16 сантиметров я думаю что здесь ничего сложного нет вы просто продолжаете вязать по спирали лицевую гладь резинку 2 на 2 вот а затем когда мы уже свяжем нужную нам условную трубу мы просто за эту ниточку тянем переснимаем на дополнительную спицу вот эти петельки вот они у нас хорошо видны сейчас сейчас если я потяну за коротенький краешек вот этот постепенно постепенно буду при распускать вот эти косички и что у нас получается у нас получается вот такие открытые петельки но я вам покажу как предварительно их переснять на дополнительную спицу для того чтобы они у вас не распустились то есть чтобы оказались на спице пока вяжем нужную длину трубы и затем я вам покажу как мы будем заканчивать непосредственно макушку и так вот провязали мы трубу лицевой глади затем 2 сантиметра резиночки 2 на 2 сдвинулись шахматном порядке и провязали такое же количество рядочков как лицевой глади и резиночки до вот этой линии смещения у меня 42 ряда плюс 5 резиночки затем я сделала смещение и провязала 47 рядочков резинки 2 на 2 спицы я не меняла обычно рекомендуют спицы меньшего размера вязать подклад спицы большего размера основной рисуночек я ничего не меняла я связала просто по кругу причем линию смещения я сделала для того чтобы была четкая вот эта линия изгиба то есть смотрите получился как бы такой вот зафиксированный отворотик и если вы сейчас внутреннюю сторону выверните скажем где она должна быть то есть я получается сейчас складываю пополам по линии изгиба и вытаскиваю с внутренней стороны вот так вот поправляя со всех сторон внутреннюю часть то есть вот смотрите получается у меня внутри вот такая красивая гладь изнаночная гладь у меня уходит на внутреннюю сторону и мы сейчас будем соединять две части внутреннюю и внешнюю для этого я сейчас беру дополнительные спицы и переснимаю петли на дополнительную спицу я вам уже показывала как распускать но перед тем как распускать мы должны их эти петельки переодеть смотрите вот у нас идет дополнительная а ниточка косичка вот она набранная и вот между цветной нитью 1 и 2 вот они петельки 1 петля я ее переодеваю эту петлю на дополнительную спицу затем вторая петля точно также переодеваю ее на дополнительную спицу можете взять спицы потоньше можете взять крючок если вам неудобно переснимать на спицу но если вы постараетесь это очень хорошо получается у меня скажем так я показываю вам медленно для того чтобы вы понимали что я делаю то есть смотрите вот одна петля 2 3 4 и между самое главное что поднимаете эти петли на спицу между вот цветной ниточкой 1 и 2 вот она одна петля 2 3 и так далее пока я не поднимаюсь не поднимая все петли по кругу я не останавливаюсь вы можете поднимать постепенно ну то есть примеру подняли там 10 петель примеру распустили подняли еще 10 петель распустили я люблю чтобы все петли и должно быть такое же количество как мы набирали изначально и как мы провязывали полностью по окружности от начала до конца то есть должно быть такое же количество петель как мы набрали изначально на рабочую основную спицу на дополнительное должно быть такое же количество петель вот так продолжаем до конца ряда после того как пересняли все петельки мы просто берем и тянем за коротенький хвостик который мы получается заканчивали набирать петельки но тянем и осторожненько для того чтобы ну даже если где-то вы что-то не захватили чтобы не распустить то есть смотрите как бы немножко помогаем петелькам вытянуться из друг дружки вот если вы захватывали ну какие-нибудь там ворсиночки скажем так а их явно захватывали то просто чтобы не ну скажем так не порвать вязание вот то есть вот так вот помогаем где не подтягивается с одной стороны выходят петельки с другой стороны идет ниточка и вы так постепенно за нее тяните тяните и она так распускается 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 а остается на дополнительных на дополнительной спице на тросике вот смотрите вот такие открытые красивые петельки как будто вы только закончили вязание с этой стороны после того как мы полностью освободили все петельки прикладываем дополнительную спицу к рабочей и сейчас что мы провязываем мы сейчас попарно провяжем первый ряд также резиночкой 2 на 2 но смотрите я захватываю лицевую с основной спицы и с дополнительной спицы захватываю первую петлю провязывая сквозь две петли одной лицевой и спуская их со спиц вот смотрите 2 вместе 2 1 лицевой далее повторяю лицевая с одной стороны и с другой стороны 2 петля также провязывая сквозь две петли 1 лицевой далее у нас идут две петли 1 и с дополнительной спицы 2 мне их нужно вместе провязать изнаночной петлей как это сделать я в принципе предлагаю вам изнаночную с первой петли о из первой спицы и изнаночную со второй спицы перенести на одну спицу тогда вам будет удобно заводя за работу провязать 2 вместе одной изнаночной еще раз повторюсь смотрите вы разворачиваете на основной спицы изнаночную возвращаете и разворачиваете с дополнительной спицы петлю сюда же к ней и вместе провязываете изнаночной то есть смотрите 2 лицевые 2 изнаночные Вы рисуночек не нарушаете, но при этом провязываете один ряд вместе за две петельки с одной спицы и с дополнительной. И тогда у вас получается с изнаночной стороны ввязывается вместе с лицевой стороны петельки. То есть лицевая так и вяжется над лицевой. Вот с одной получается стеночки и с другой. Захватываем. И снимаем их со спиц. Далее снова лицевая, значит лицевая захватываем. Далее изнаночную я буду все-таки, наверное, переснимать. Мне так удобнее на одну спицу. И провязываю одной изнаночной. Вот так. Далее снова изнаночную повернула, изнаночную пересняла. И снова нить перед работой провязала изнаночной. Почему я разворачиваю? Для того, чтобы красивой косичкой не нарушаясь шли наши петельки. И вот так я провяжу до конца этого ряда. Лицевая над лицевой с одной из другой петли захватываю. Спицы захватываю петлю. Лицевая с одной другой спицы вторую. Далее изнаночную я разворачиваю и переношу с дополнительной спицы вторую изнаночную. Это будет немножечко, возможно, вам покажется неудобно. Но потом, провязав несколько петель, вы поймете принцип. И я думаю, что труда не особо составит. То есть вы эту разворачиваете и следующую петлю переснимаете на рабочую спицу. Вместе провязываете изнаночную. Можете не разворачивать, а просто две вместе одной изнаночной. Я буду разворачивать. Когда провязали до конца, смотрите, что у нас получается. У нас получается вот такое непрерывное красивое вязание двойной шапочки. С внутренней стороны вы можете вот так вот хорошо разровнять. И продолжаем вязать дальше. Следующий ряд, если вы измеряете, и у вас, допустим, хватает еще, ну скажем так, высоты, то можете следующий ряд провязать просто очередование две лицевые, две изнаночные. Как бы привыровнять вот это соединение. У меня этого, скажем так, этой возможности нет. Поэтому я начинаю уже со следующего ряда, ряд с убавлениями. При этом я две лицевые так и провязываю над двумя лицевыми, а две изнаночные я поворачиваю дальними полупетлями вперед, переодеваю их снова на рабочую спицу и провязываю вместе одной изнаночной. Почему я буду разворачивать изнаночные? Для того, чтобы красиво, скажем так, шло наше убавление, и красиво повернутые вот такие вот петельки были. То есть убавлять я буду изнаночные таким образом, чтобы и с лицевой, и с изнаночной стороны красивой косичкой ложились убавления. Вы можете не разворачивать, если у вас будет подклад. У меня хоть подклад этот и будет, но я люблю всегда, чтобы было все, скажем так, аккуратно. Две изнаночные мы сокращаем в одну в каждом абсолютно рапорте. То есть две лицевые мы так и провязываем над двумя лицевыми, а две изнаночные провязываем вместе одной. Я при этом поворачиваю дальними полупетлями вперед и сокращаем, получается, в каждом рапорте по одной петельке до конца ряда. Второй ряд мы провяжем по рисунку. Две лицевые над изнаночной с петлей сокращения предыдущего ряда, одна изнаночная, две лицевые, одна изнаночная, две лицевые. В общем, по рисунку. В третьем ряду макушки мы уберем вот эти промежуточные и изнаночные между двумя лицевыми. Для этого первую лицевую мы провязываем, следующую лицевую я поворачиваю дальней стеночкой вперед и вместе с изнаночной провязываю одной лицевой. Снова-таки я поворачиваю петли для того, чтобы красивой косичкой положить вязание. Первую лицевую мы провязываем, вторую разворачиваем дальней стороной и вместе с изнаночной провязываем одной лицевой. То есть у нас в этом ряду получается сократятся все полностью изнаночные петельки. Первую провязываем лицевой, вторую поворачиваем и вместе с изнаночной провязываем лицевой. так до конца ряда четвертом ряду я провяжу все петельки лицевые то есть чтобы выровнять наши убавления я провяжу просто все у нас уже смотрите убрались полностью изнаночные поэтому провяжу только лишь ряд лицевыми петельками пятом ряду я предлагаю вам уменьшить количество петель вдвое то есть сейчас я подряд по пару нам буду провязывать каждые 2 петельки то есть провязываете я буду лицевой заводя за вторую петлю вместе с 1 вот таким образом первую пару провязали вторую пару провязали и так из каждой лицевой полосочки у нас останется всего лишь по одной петли вот так и так далее в шестом ряду я снова провяжу все петельки лицевые для того чтобы выровнять ряд с убавлениями и снова провяжу один ряд по парных убавлений провязывая по две петельки вместе заводя за вторую вместе с 1 1 лицевой и так до конца ряда и снова провяжу один ряд просто лицевыми петлями для того чтобы выровнять наше убавление далее нам нужно собрать оставшиеся петельки на рабочую нить это можно сделать двумя способами либо крючком переодеть либо же второй способ которым воспользуюсь я провязываем первую петлю лицевой с правой спицы на левую возвращаем эту провязанную лицевую и на нее перед переснимаем постепенно спуская со спицы все последующие петельки по часовой стрелке спустили с этой стороны я сейчас подвигаю на вторую сторону спицу и спускаю со второй стороны точно также все петли поочередно на эту провязанную лицевую так сейчас у меня все плотненько лежит достаточно вот я пропускаю первую петлю и начиная со второй переснимаю все на эту первую петлю вот так я спускаю абсолютно все петельки по окружности которые у меня остались я их не пересчитывала я думаю что если после двух рядочков сокращения у вас остается 15 и менее петель этого вполне достаточно далее для удобства я возьму сейчас крючок переодену на крючок далее смотрите я подтягиваю то рабочую нить то петлю на крючке эту рабочую эту петлю на крючке для чего это сделала для того чтобы когда вы переснимите все петельки у вас тянулась вот это отверстие и теперь вы можете просто два раза пропустить рабочую нить вот так вот сквозь эту петельку хорошо затягиваем можете отрезать ниточку можете не спешить так как сейчас мы берем разравниваем шапочку измеряем ее чтобы она у нас была ниже чуть-чуть чем мочки ухо если у вас все подошло все теперь можете отрезать ниточку прячете на внутреннюю сторону внутренняя сторона посмотрите у нас очень аккуратно и получается сюда нам нужно только лишь продеть блюд помпончик и подшить подклад если у вас будет подклад можете его не делать я думаю что если ниточка вам не колется то подклад можете не делать далее нам нужно вывязать вот эти ушки перед тем как вывязывать ушки нам нужно распределить количество петель общее которое мы набирали на окружность головы где мы будем распределять на петли на ушки и так я условно нарисовала окружность шапочки далее мы делим окружность шапочки на 5 вот таких частей это ушко первое ушко далее второе ушко затылочная часть то есть затылок и перед перед как вы обратили если внимание то занимает у нас 2 из 5 частей не зря я так нарисовала затылок это одна часть и ушко это получается 3 4 часть далее смотрите мы делим общее количество петель у меня это 84 на 5 получаем 16 целых восемь десятых если мы сейчас округлим до 17 это число то она нам ничего не дает то есть получается что 16 8 составляет каждая из пяти частей 16 8 как вы понимаете 8 это не целая петля а 8 десятых петли то нам нужно округлить до целой петли но помимо всего так как у нас резиночка 2 на 2 то я рекомендую брать число не кратная получается четырем то есть смотрите если 16 делится отлично на 4 то это скажем нам не подходит нам нужно такое число которое бы не делилось на 4 самое приближенное это 18 то есть если все-таки округлим до 17 вот это число 17 не делится на 4 но при этом это и не кратное число нам нужно кратное не делящиеся на 4 то есть 18 я округляю это число до 18 получается что с передней части мы забираем одну целую две десятых на одно ушко то есть получается 18 петель далее одну целую две десятых мы забираем с переда снова на второе ушко оставляя 18 петель на затылочную часть как вы помните мы также должны взять это число и мы также берем вот это кратное двум но не кратная четырем то есть я получается забираю вот эти одну целую две десятых на каждую из частей спереда соответственно если мы заберем от 16 16 это 32 петли и 8 2 раза 8 десятых это целая одна целая шесть десятых соответственно получается мы 33 шесть десятых отнимаем от нее три раза по 1,2 я думаю что здесь понятно если кто математику не знает очень плохо вот мы занимаем и получаем целое число наперед то есть условно говоря по 15 мы забрали тень одну целую несколько десятых на каждую из частей и в наперед у нас остается 30 петель то есть что мы сделали смотрите мы поделили 84 на такие части как затылок 18 петель ушко первое 18 петель ушко 2 18 и соответственно если мы все отнимем от 84 у нас на перед остается 30 петель но если у вас число петель допустим 85 мой 85 88 к примеру было это опять же таки кратная четырем которое нам нужно было изначально либо же наоборот 76 либо 80 то есть вы снова его делите на 5 получаете число и берете кратное двум но не кратное четырем это очень обязательно объясню сейчас по ходу работы почему смотрите у нас резиночка 2 на 2 и если вы возьмете допустим число 16 то у вас начинается ушко с двух лицевых а заканчивается двумя изнаночными либо наоборот двух изнаночных а заканчивается двумя лицевыми вот чтобы было оно красиво гармонично скажем так и пропорционально связано нужно брать с лицевых и вязать по лицевые либо же брать с изнаночных и вязать по изнаночные как перед как ушки так и затылочную часть тогда она будет красиво распределена и так как у нас затылок это 18 петель вы помните что мы начинали заканчивали ряд у нас есть скажем так начало конец ряда поэтому затылочную часть я возьму 9 петель о 99 петель простите 18 на 2 это господи и да получается 9 петель 9 петель в одну сторону и 9 петель я возьму в другую сторону но скорее всего что я сделаю где-то смещение на одну петлю для того чтобы но опять же такие ушки и перед начать с двух лицевых 2 изнаночных в общем мы сейчас по ходу работы посмотрим я сейчас посмотрю на шапочку и вам скажу как я буду делать смещение но самое главное делим на 5 и берем целое число соответственно вы восемь десятых две десятых не сможете вы округляете до целого числа и все берете части от переда перед это 2 5 части самая широкая часть соответственно с нее можно брать на затылок на ушко для округления вот я ниточка отметила начало конец ряда и отталкиваясь от этого буду сейчас распределять петли на части которые мы с вами поделили я взяла ниточку дополнительного цвета которую мы с вами распускали при вывязывании макушки я эту ниточку порезала и сейчас буду распределять можете использовать булавочки как вам удобно итак смотрите я вам говорила что на затылочную часть я буду брать 9 петель в одну сторону 9 петель в другую это не совсем удобно с резинкой 2 на 2 если бы допустим резинка 1 на 1 было то мы смело подсчитали бы лицевая изнаночная лицевая изнаночная с резинкой 2 на 2 это будет выглядеть некрасиво так как будет делиться вот эти две лицевые либо же 2 изнаночные это тоже не очень хорошо поэтому мы подвинемся немножечко и будем отчитывать уже следующим образом смотрите 2 лицевые это две петли из 18 затылка далее 2 изнаночные с одной стороны с другой стороны это уже 6 петель 2 лицевые 2 лицевые это 2 4 6 8 10 петель далее 2 изнаночные 12 14 16 и 18 то есть 2 4 6 8 10 12 14 16 18 от 2 лицевых до вот этих двух лицевых я еще раз повторюсь что я немножечко схитрю и сдвинуть буквально на 2 петельки в бок для того чтобы еще раз повторюсь смотрите у нас с двух лицевых с одной стороны из двух лицевых с другой стороны будут начинаться уже ушки и заканчивается также с лицевых затылок можно оставить на изнаночных петлях то есть сейчас смотрите я продеваю от изнаночных петель с этой стороны до изнаночных петель с другой стороны как бы отмечаю и что у нас получится сейчас я вам покажу то есть вот я пошла взяла не по 9 петель с каждой стороны а с этой стороны я взяла 2 4 6 8 петель а с этой стороны 10 так вот сюда в изнаночные я отмечаю то есть 2 4 6 8 10 12 14 16 18 я взяла и вытаскиваю вот эту ниточку то есть от изнаночных с этой стороны до изнаночных с этой стороны у меня 18 петель далее на ушко у нас также 18 петель 2 лицевые 2 изнаночные 2 4 6 8 10 12 14 16 18 соответственно здесь когда заканчивается лицевая полоска у нас должно закончиться ушко вот я продеваю маркер далее с другой стороны от 2 от 2 ниточки я отчитываю 2 лицевые 2 изнаночные 2 4 6 8 10 12 14 16 18 здесь заканчивается у меня второе ушко вот так и здесь если вы пересчитаете должно быть у вас 30 петель начиная с изнаночных 2 4 6 8 10 12 14 16 18 22 22 24 26 28 30 между вот этими лицевыми полосочками с одной и с другой стороны у нас получается вот она передняя часть от 2 изнаночных до 2 изнаночных с лицевых уже начнется ушко я перед не буду делить сейчас пополам но вы помните что это одна часть это 2 это 3 это 4 и вот это 5 на вот такие пять частей мы с вами поделили окружность шапочки и между вот этими маркерами с одной стороны 18 петель и с другой стороны у меня будут располагаться ушки набирать мы будем петельки следующим образом для чего мы делали линию четкую изгиба для того чтобы видно было вот этот переход вот как раз таки по этому переходу мы будем набирать петли смотрите вот они с двух лицевых вот петельки поэтому мы набираем с двух лицевых вот таким образом 1 лицевая далее 2 лицевая можете набирать вот таким образом из каждой петли петлю а можете просто ниточку отложить в сторону и набирать спицей смотрите первая вторая петля далее вот идут изнаночные 3 4 далее снова лицевые 5 6 далее снова изнаночные 7 8 далее лицевые 9 10 изнаночные 11 12 далее 13 14 15 16 и 2 последние 17 18 как и начинали с лицевых мы набор петель так и закончили лицевыми передвигаем спицу в начало вот я продела просто тросик и теперь уже я беру рабочую ниточку от матка и начинаю вязать ушко смотрите мы вяжем ушко полой резиночкой поэтому сейчас я буду вязать чередование лицевых и изнаночных но изнаночные у нас данном вязании не провязывается первую кромочную снимаем и непосредственно то что она сейчас у нас просто как бы получается даже не петля а как бы вытянутая петля то все равно я ее первую снимаю не провязанной далее у нас идет по чередованию изнаночная ниточку отправляем перед работой я вот так вот сейчас продену рабочую нить чтобы мне было удобно ниточка перед работой и мы снимаем петлю снова таки вторую не провязанной нить перед работой далее у нас идет лицевая мы лицевую эту провязываем то есть мы фактически сейчас лицевая изнаночная лицевая первую кромочную сняли изнаночную мы пересняли нить перед работой и лицевую наконец-таки провязали далее снова нить перед работой изнаночную не провязанную переснимаем лицевая нить перед работой изнаночную снимаем не провязывая далее снова лицевая нить перед работой изнаночную снимаем не провязывая лицевая 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 и кромочная петля последняя петля ряда изнаночная все мы связали все петельки разворачиваем на изнаночный ряд первую кромочную снимаем и во всех последующих рядах первую я снимаю не провязанной последняя у нас изнаночная далее у нас идет изнаночную изнаночную снова нить перед работой не провязывая переснимаем на правую спицу лицевую провязываем изнаночная нить перед работой переснимаем лицевую провязываем изнаночная нить перед работой снимаем лицевую провязываем изнаночную нить переснимаем петлю лицевую провязываем нить перед работой изнаночную снимаем лицевую провязываем изнаночную снимаем лицевую провязываем изнаночную снимаем лицевую провязываем изнаночную нить перед работой переснимаем так у меня немножечко спустилась и далее смотрите по чередованию нас лицевая и кромочная петля изнаночная далее снова разворачиваем на лицевой ряд я водила ниточку поэтому в третьем ряду я ее сейчас завяжу чтобы мне потом в дальнейшем не пришлось ее прятать как я это сделаю первую кромочную снимаем далее у нас идет изнаночная по чередованию 2 ниточки перед работой изнаночную снимаем далее лицевая за 2 нити я провязываю лицевой изнаночная нить и 2 перед работой я переснимаю лицевую за 2 нити провязываю хорошо подтяните ниточку и оставляем ее за работой и до конца ряда провязываем изнаночную переснимаем лицевую провязываем изнаночную переснимаем лицевую провязываем это у нас сейчас третий ряд и так я буду вязать 11 рядочков просто вот так вот лицевую провязываем и кромочная изнаночная изнаночную мы провязываем только лишь последнюю петлю кромочную все остальные изнаночные переснимаю нить перед работой лицевые провязываю сейчас четвертый у нас изнаночный ряд кромочную снимаем далее изнаночная лицевая изнаночная лицевая еще раз повторяюсь изнаночные обратите внимание я не провязываю я просто их переснимаю если не понимаете что я делаю можете ввести в youtube и полая резинка и я ее вяжу на 18 петлях которые мы с вами отсоединили для вязания ушка я буду вязать так 11 рядов практически 12 но 12 ряд я не до вяжу потом вам покажу почему и так сейчас я начала 5 лицевой ряд обратите внимание я там где вязала за две ниточки я также провязываю осторожненько их за две ниточки вот эти петельки и хорошо подтягиваю хвостик который у нас торчит я его потом спрячу между полой резиночкой а так пока продолжаем пятый ряд лицевой далее 6 изнаночный 7 лицевой 8 изнаночный и так далее еще довязываем до 11 ряда можете провязать 12 ряду двух последних петель 12 ряд это изнаночный ряд поэтому довязываем до двух последних петель по рисунку далее у нас идет предпоследняя петля лицевая и кромочная петля изнаночная лицевую провязывая над лицевой возвращая ее к последней и последнюю перекидывая на только что провязанную петлю и далее переодеваю ее на рабочую спицу то есть мы сейчас сократили последнюю петельку за счет предпоследней далее разворачиваем на 13 ряд кромочную снимаем не провязаны и далее у меня по рисунку идет лицевая я провязываю изнаночную переснимаю лицевая провязываю изнаночную переснимая и так до двух последних петель это сейчас у нас лицевой ряд поэтому в лицевом ряду мы немножечко по-другому будем сокращать лицевом ряду мы просто две последние петли заводя за кромочную провязываем вместе лицевой независимо от того какие здесь петли предпоследние последние и так далее в конце лицевого ряда там где у нас рисунок мы провязываем 2 вместе последней петли лицевой на изнаночной стороне мы с вами будем провязывать предпоследнюю по рисунку и перетягивать на нее последнюю и так кромочную снимаем далее у нас лицевая провязываем изнаночная далее у нас лицевая провязываем изнаночная и то двух последних петель теперь всегда будем сокращать две последние петли но с изнаночной стороны мы провязываем по рисунку предпоследнюю петлю в данном случае меня изнаночная возвращаем нить перед работой и кромочную петлю перетягиваем на только что провязанную петельку и переснимаем на рабочую спицу хорошо подтягиваем петлю и разворачиваем на лицевой ряд с лицевой стороны все петли провязываем по рисунку полой резинки до двух последних петель две последние петли провязываем вместе одной лицевой вот так лицевая изнаночная независимо от петли предпоследней мы заводим за последнюю и провязываем 2 вместе одной лицевой вот так мы будем сокращать дальше вяжем вяжем убавление у нас постепенно будет с обеих сторон сокращаться ушка и вот так вот дальше мы снова сейчас изнаночного ряда поэтому вяжем по рисунку предпоследнюю петлю она у меня сейчас лицевая возвращаю и кромочную перекидывая на только что провязанную лицевую петлю почему я с лицевой стороны провязываю две последние вместе с изнаночной делаю протяжки если вы будете делать точно так же то получается симметричное убавление красивое если вы будете все время две последние петли из лицевой с изнаночной стороны но либо какой-то из этих двух способов один из одной и с другой стороны использовать то тогда получается искажен рисуночек убавления и полая резинка будет выглядеть к собака то есть как бы немножечко искажена вот поэтому я рекомендую все-таки делать вот таким вот образом с лицевой две вместе с изнаночной протяжками хотите можете выбрать попробовать один из способов если вам понравится такой скажем так результат то можете продолжать так дальше я уже для себя решила что мне вот этот способ нравится больше всего когда вы сделали с изнаночной последнее убавление и у вас с лицевой стороны перевернул остается 5 петель я вам предлагаю на этом этапе закрыть петли для того чтобы у вас не получилось слишком длинное ушко если вы померяете допустим на ребенке то для ребенка постарше можно было бы здесь провязать не 12 рядов а больше но так как у меня скажем маленький размерчик то я остановлюсь на 12 ряда затем делаю убавление до 5 оставшихся петелек из лицевой стороны и закрываю закрываю я таким образом первую кромочную снимаю не провязанной далее провязываю лицевую над лицевой перетаскиваю кромочную на лицевую только что провязанную далее у меня изнаночная я провязываю изнаночную и перетаскиваю на нее петлю далее две последние петли я провязываю вместе для того чтобы сократить и с другой стороны как бы для симметрии вот и далее я перетаскиваю вот эти петельки на последнее убавление вот все то есть таким образом я закрываю вроде бы как и продолжаю делать убавление но и в то же время я скажем завершаю свое вязание далее я вам говорила что у нас остается вот эта ниточка я ее предлагаю вам спрятать между вязанием смотрите если вы сейчас посмотрите то у вас вязание получается как бы такое вот двойное и внутри пустота вот то прячьте резиночку как раз таки в эту пустоту чтобы нигде ее не вытянуть с другой стороны смотрите продеваете и все вы ее спрятали она вам не мешает можете лишнее отрезать если она слишком длинная вот у меня допустим мне кажется что слишком длинная вот все вы спрятали здесь эту здесь вот эту крайнюю петлю я также спрячу делаю 2 воздушные петли хорошо их подтягиваем первая воздушная петля 2 снова отрезаем ниточку вытаскиваем подтягиваю хорошо и снова таки в эту пустоту продеваю хорошо хорошо подтянув вот так крючком так просматривайте чтобы не потянули никакую лишнюю ниточку не вытянули еще раз хорошо я ее затянула и допрячу можно лишнее отрезать хотите можете прятать дальше ее где-то во внутренней стороне слишком длинный хвостик не оставляйте для того чтобы он внутри был потому что по ходу носки он все равно вытащится это будет выглядеть не очень красиво а вот не слишком длинный он там вполне себе будет хорошо чувствовать а еще сейчас вы зафиксируете вот этот скажем так уголочек жгутиком я уже показывала в видео как делать вот такие жгутики завязочки вот как раз таки сейчас сделала вот такой жгутик завязочку повернул на лицевую сторону вот сюда максимально в уголочек ввожу крючок вытаскиваю жгутик и продеваю сквозь него шнурочек хотите можете оставить 4 петли провязать полый шнур далее если не хотите вот такой жгутик это уже здесь вы смотрите дело вкуса все я затягиваю жгутик второе ушко как вы видите я уже сделала поэтому делается она точно также на тех 18 петлях которые мы оставляли делается на одинаково сейчас я выворачиваю на изнаночную сторону свою шапочку и подшиваю подклад далее одеваю помпончик на макушечку и моя шапочка готова хотите можете сюда прикрепить какую-нибудь лейбу хотите можете этого не делать здесь уже дело вкуса смотрите как хотите так и украшаете я надеюсь что вам было все понятно и интересно спасибо что оставались на моем канале всем хорошего настроения ровных петелек пока пока